Здравствуйте, с вами Фаус Дегарде, и сегодня я хотел бы с вами начать обзор одной уже давно вышедшей игры, Call of Duty Modern Warfare 2. Игра была сделана достаточно давно, имеет неплохой рейтинг в плане синглплеера, но на мой взгляд мультиплеер сделан тоже достаточно неплохо. Что можно сказать о данной игре? Давайте мы найдем игру. Я чаще всего люблю играть в командном бою. Вот, пожалуйста, попадаем на карту Invasion. В данном случае я, наверное, все-таки возьму снайпера и покажу вам всем плюсы и минусы этой игры. Ну что ж, сейчас, пожалуй, я начну с графики. Графика. Здесь использован достаточно средний движок, на котором все сделано просто для его уровня потрясающе. И это не при увеличении. Вот, пожалуйста, это винтовка Intervention. Я бегу. Вот, пожалуйста. Чуть не нарвался, кстати. Как видите, движения сделаны очень реалистичны. Вот, пожалуйста, мы, конечно, здесь проиграли, раз во всем не расскажешь в данную игру. Так что укажу самое важное. Движения солдаты сделаны очень эффектно. Звуки оружия сделаны очень реалистично. Даже когда оружие попадает в стену, слышен рикошет. Без своеобразных плюшек, конечно, здесь не обошлось. В игре... По поводу графики, кстати, я отвлекся, извиняюсь. В игре присутствуют шейдеры версии 3.0. Игра сделана с поддержкой DirectX 9. В принципе, достаточно неплохо, но она имеет очень большой баг. Текстуры порой выдают ошибку, если их выставлять вручную. От этого можно избавиться только, если выставить на автоматически. Как видите, здесь немало игроков с высокими рангами. Но, если честно, ранг здесь мало что дает. Здесь играет роль мастерство. То, как ты владеешь данным типом оружия. И какой у тебя навык стрельбы с этого оружия. Ребята, извините, что порой говорю не по существу, я волнуюсь. Потому что это всего лишь мой второй обзор. Ну, я в принципе ничего больше такового сказать об игре не могу. Единственное, что могу сказать, наслаждайтесь моей игрой. Кстати, хочу отметить, что игра на 60 кпс идёт просто великолепно. Она не требовательна к компьютерам и идёт практически на всех частях. В этом случае может побить даже Battlefield некоторых. Как сказать. Некоторые тренинги с этапом. Скажем так. Тут присутствует то, чего не присутствует в Battlefield. Мотка, так сказать, азарта. Боевые азарты присутствуют. Вы такого в Battlefield не найдёте. Там громадные карты, они утомляют очень сильно. К тому же не каждый выдержит постоянное мотание на танке туда-сюда. Я взял штурмовика, здесь можно открывать разные примочки с повышением уровня и выполнением заданий. Очень много говорить я не буду, лучше смотрите сами. Игра говорит сама за себя. Вот где вы ещё увидите, как хорошо поработанный, допустим, самолёт? Считайте, я маньяка. Я решил, как могу расправиться с самолётом. И это, кстати, не секрет, что здесь можно с крупнокалиберного пулемёта, допустим, уничтожить Харриер. Приблезают Харриеры противника. Противник получил спецгруз. Воздух, замечен ППЛА противника. Приблезают Харриеры противника. Блин. Не везёт, что-то мне в последнее время. Игра на самом деле классная. Те, кто играет в Battlefield 3, меня не поймут. Скорее всего. Вон, смотрите, на гляне, например, ликошеты присутствуют. А те, кто гонит на эту игру, что нет реализма, очень сильно ошибаются. Особенно меня здесь радует последнее убийство. Вот, полюбуйтесь. Замедленная съёмка. Красиво, не правда ли? Ну что ж, с вами был Фаулс Дагарта. Всем удачи.